В Москве завершился международный форум «Транспортная неделя». В его рамках обсуждали стратегию развития отрасли. В деловой программе принял участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Ключевые вопросы – повестки, модернизация дорожной сети и разработка инноваций для безопасности. Подробности в следующем материале. На интерактивной карте инвестиционный проект «Скоростная автодорога Москва-Казань». Новая трасса станет частью международного маршрута Европа-Западной Китая. Перспективы транспортной системы федеральный министр обсудил с руководителями регионов. Нам надо быть готовым реализовать подрядчикам, прежде всего, выигрывать эти конкурсы по цене и качеству и обеспечить качественную работу. Те объекты, которые касаются по программе устойчивого развития сельских территорий, мы это реализовывали в сельской местности. И все шансы и все возможности у нас есть. Дальше строить эти объекты, реконструировать, капитально проводить ремонт этих дорог. Транспортная индустрия взяла стремительный разбег. Сейчас даже беспилотными автомобилями никого не удивишь. А ведь каких-то пять лет назад это называли мечтой. Все инновации для перевозок и безопасности пассажиров презентуют на полях международного форума в Москве. Доехать из Керчи в Симферополь по трассе Таврида. Пока в 3D-реальности на вот таком тренажере, но уже в декабре. Новая дорога свяжет столицу Крыма с Краснодаром. Это прямой путь из российского юга в центр страны. Добраться до полуострова станет еще проще. Существующая дорога, она изрядно изношена. Она идет через все населенные пункты, которые есть на полуострове. Она очень сильно загружена. Как автомобильным транспортом, так и пешеходным. Поэтому, естественно, та дорога, которая будет построена в обход населенных пунктов, с удобными транспортными развязками в разных уровнях. Еще один важный проект для нашей республики – третье транспортное полукольцо в столице. Дорога должна соединить новоюжные и северо-западные районы города. Реализацию проекта в федеральном центре поддерживают. Уже активно идут изыскательские работы. И до декабря следующего года у нас будет проект по формированию дорожной сети от северо-западного до новоюжного района, что, безусловно, уменьшит нагрузку на существующую дорожную сеть, а также улучшит качество жизни в городе Чебоксаров, Чебоксарской агломерации. Со следующего года в стране начнут реализовывать национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По сути, это продолжение федеральной программы, которую успешно реализовали в республике. В следующие шесть лет на развитие отрасли в регионе направят порядка 25 миллиардов рублей. Год практически получается по 4 миллиарда рублей. Мы по этому году даже 5 миллиардов выделяем. Выделяются федеральные средства, более чем 7 миллиардов рублей. Я не считаю сейчас строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань, не считаю строительство автомобильной дороги Европа-Западный Китай. Для обеспечения привлечения инвестиций в комплексный план, для обеспечения возможности наполнения его новыми проектами, нам нужны новые механизмы. Были предложены механизмы использования концессии, так называемой концессии с неполным бюджетным финансированием. То есть открывается лимит по проекту не на все 100%, как предусмотрено, а, скажем, процентов на 70-75. Концессионеров интересуют и проекты развития аэропортов. Воздушная гавань столицы республики тоже будет реконструирована. Модернизация терминала за счет частных инвестиций. В федеральном ведомстве готовы поддержать ремонт перона, мест для стоянки самолетов, взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. На первый план сейчас выходят вопросы безопасности и сокращения количества аварий. Помощь в этом оперативно оказывает система «Эроглонас». Ее развитие обсудили участники форума. Когда я предлагал эту программу, этот проект на комиссии по модернизации при президенте Российской Федерации, то было много споров. Нужна, не нужна. И когда я приходил, убеждал каждого чиновника, все было хорошо до того момента, когда чиновник не спохватывался, не говорил, и что, и мою машину тоже будет видно? Пять минут объяснений, что не будет видно, если только не случится чрезвычайного происшествия. На сегодня только две системы полностью развернуты в мире навигационных. Это наша с вами отечественная система «Глонас» и американская «Навстар» или «ГПС». К «Эрри» и «Глонас» подключили порядка трех миллионов автомобилей. На базе навигационной платформы налажен контроль за перевозками грузов, работой городского транспорта и коммунальными службами. Но наибольший эффект система приносит при самых тяжелых авариях. Результаты использования этой системы уже есть. За три года по ее каналам в экстренные службы более 22 тысяч раз передавалась информация о происшествиях. А из них 12 тысяч вызовов было сделано автоматически. Это означает, что пострадавшие в автомобильной катастрофе уже не в состоянии были сами нажать кнопку. Но система работала. На полях форума представили и инновации. От спутниковых систем до современных вагонов. Даже в плацкарте пассажирам может быть комфортно. Внутри удобные кровати, розетки и даже USB-разъемы. Новые вагоны поставят на рельсы уже в следующем году. Куда они отправятся, пока неизвестно. Не исключено, что комфортабельные плацкарты с приватными модулями оценят и пассажиры поезда Москва Чебоксары. Поехали домой. На инновационное развитие транспортной индустрии в стране делают ставку. Национальный проект – действенный инструмент в решении задач. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика из Москвы.